Один человек погиб. Всего заблокировано огнем в расселенном доме номер 20. На третьей крестьянской улице оказались двое. Предположительно, лица без определенного места жительства. Из огня была спасена женщина. С диагнозом отравления угарным газом она направлена в стационар города Королева. Всего с 25 сентября по 1 октября расчеты 17 пожарно-спасательной части совершили 11 боевых выездов. 1 октября в России стартовала осенняя призывная кампания. В течение двух последующих месяцев на военную службу будут призваны более 120 тысяч молодых людей. Мытищенцы традиционно проходят службу во всех регионах страны, но, как правило, около 80 процентов служат на территории Центрального федерального округа. В условиях пандемии на призывном пункте соблюдаются необходимые меры безопасности. По прибытии к месту службы новобранцам предстоит пройти 14-дневный карантин. Самые большие честные сооружения приступили к работе. Они расположены на улице Силикатной. Их задача – фильтровать ливневые воды перед сбросом в Яузум. Степень очистки высокая – как от взвесей, так и от нефтепродуктов. На территории городского округа Мытища вдоль русла реки стоят 7 честных сооружений. Именно от них во многом зависит состояние этого водоема. Порядка 50 тысяч мытищенцев посетили ярмарку выходного дня Дары осени. В ней приняли участие более 80 производителей и фермеров из Подмосковья и других регионов страны. Реализовано свыше 400 тонн плода овощной продукции. Лидер – картофель. Его продано порядка 260 тонн. На этой неделе продолжает работать другая ярмарка у Дворца культуры Яуза. Здесь, в преддверии зимы, мытищенцы могут запастись не только сельхозпродукцией, но и теплыми вещами. Гостем программы «Диалог с властью» на этой неделе стала Ирина Скворцова. Начальник Мытищенского управления соцзащиты населения и Минсоцразвития Московской области рассказала о цифровизации мер социальной поддержки. Упрощается процедура оформления услуг, отдельные будут предоставляться автоматически. Сегодня мытищенским управлением соцзащиты населения предоставляется более 110 видов мер социальной поддержки для различных категорий граждан. Декоративные конструкции в Центральном парке культуры и отдыха опять подверглись атакам вандалов. Речь идет о семи элементах, которые были смонтированы ко дню города. На прочность их испытали подростки. Популярное место для фотосессий теперь будет доступно мытищенцам только после ремонта. На улице Юбилейной вдоль новостроек были высажены деревья отборных пород. Зеленая стена защитит мытищенцев от шума и пыли и, несомненно, украсит динамично развивающийся микрорайон. Например, липа даст аромат. Сирени черемуха подарят разноцветия. Ансамбль дополнит рябина с серебристыми листьями. Посадка деревьев стала завершающим этапом акции «Наш лес, посади свое дерево». Творческие коллективы управления по работе с молодежью выступили с концертной программой перед постояльцами пансионата для пожилых людей «Опора». Они исполнили популярные песни прошлых лет и показали фаер-шоу. Управляющая пансионатом Галина Степаненко считает, что такие встречи полезны ее подопечным. Поэтому новое знакомство стало началом большой дружбы.